Форт Боярд Если бы пришлось еще и включать мозги В такой ситуации окажутся сегодня пять наших героев Ха-ха-ха! У духа давление оправил! Проверил! Я Виктор Ругуленко! И я приветствую вас на шоу Форт Боярд Математиков канала Лес Форт Боярд Математиков канала Лес Форт Боярд Математиков канала Лес своими руками. Алексей Саватеев. Доктор физико-математических наук, профессор, ректор и ведущий научный сотрудник в одном лице. Специалист по теории игр, популяризатор математики, правдоруб и квасной патриот. Владимир Зубков. Выпускник Мехмата МГУ. Больше пяти лет проработал в Оксфордском университете. Автор канала о науке и образовании Гарвард-Оксфорд. Знает ужасы всех общак лучших университетов мира. Андрей Павликов. Он же математик МГУ. Кандидат физико-математических наук. Действующий президент Российской ассоциации заочных шахт. Сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов практически в прямом эфире. Хобби — разбирать математические задачи в костюме Хитмана. Борис Трушин. Преподаватель математики онлайн-школы Фоксфорд. Кандидат физико-математических наук, член жюри Всероссийской Олимпиады школьников по математике. В свободное время помогает зрителям разобраться, кто в интернете не прав в вопросах математики. Чтобы победить, им предстоит решить шесть задач. Получится ли у них это сделать? Скоро узнаем. Рад видеть вас здесь, господа. Вы попарно будете выходить и встречаться со злым духом в разных локациях и решать его задачи. На решение задач у вас будет пять минут. Если вы справляетесь, вы получаете подсказку, чтобы открыть сейф. Если вы не справляетесь, злой дух дает вам три задачи в формате БЛИЦ. Решайте каждую за минуту – реабилитируйтесь. Не решайте – сорян. То есть тогда навсегда здесь, да, уже? Тогда навсегда здесь. Когда двое из вас выходит на рандеву со злым духом, остальные участники смогут наблюдать за вами по монитору и слышать, как вы решаете задачу. Но сами вы сокоманников слышать не будете. Вот этот сейф, его нам нужно открыть. Здесь шесть цифр, соответственно, вам нужно решить шесть задач. Вопросы? Да нет вопросов, давай задачу. Прекрасно. В таком случае, Алексей, ты идешь первый вместе с Дмитрием. Ни пух и ни пера, господа. К черту. Будем стараться. А мы будем держать за вас кулачки. Ё-моё! Медведь! Так, а что нас тут ожидает? А-а-а! Так это шкура просто! Блин! Медведь! Здрасте! Здравствуйте! И вам не хвырать! Мы можем начинать? Или... Ой, походу, наверное, начинать. Ехали. Задача первая. Вы плывете в лодке и выбрасываете за бор чемодан. Поднимется или опустится уровень воды? Блин, Побединский должен решить. Я знаю, что это сложный вопрос. А, поднимется ли... Это поверхность воды. Рисуй корабль. Да-да-да. У нас, значит, первый случай, да? Лодку. Это страшный вообще этот тип. Но слушает вещь, слушает. Да, значит, так и чемодан. Вот, и там два эффекта. Первый эффект, что когда ты кидаешь что-то за борт, то вода вроде как поднимается из-за того, что ты бросил. А с другой стороны, лодка поднимается, и она меньше вытесняет воды. Да? Да. А второй случай, получается... Нет, тут дело просто в том, что сейчас мы в лодке, да? Здесь ограниченный объем. Конечно, конечно. Никакое не бесконечное море. Не-не, не бесконечное море. Смотри, я скажу так, и, соответственно, чемодан живу здесь. Вот смотри, когда он лежит здесь, вот здесь, вот представьте себе, что у него плотность миллион килограмм... Здесь очень большая сила тяжести и очень маленькая выталкивающаяся. Да, да. А теперь представьте, что она вся вот здесь. Она бы эту в лодку, она бы вниз и... И уровень был бы вот такой. То есть в этом случае при выбрасывании лодки и когда он насет дно, сразу уровень упадет. Это если он упадет на дно. Огромный тяжеленный камень вот здесь давит на дно, а здесь он всю лодку тащит вниз и поднимает очень сильно уровень воды. Поэтому, когда мы его выбросили, вода упала. Теперь здесь, если смотри, теперь представьте, что этот чемодан, на самом деле он с гелием огромный. И это жуткий воздушный шарф. А, точно, еще третий случай. Я его изо всех сил держу. Смотри, что он делает. Он меня хочет вот вырвать туда вверх. Он, наоборот, всю лодку вот сюда поднимает, и уровень, соответственно, опускается. И когда я его отпустил, он полетел, уровень поднялся. То есть в этом случае он поднимается. Значит так, как мы отвечаем? Получается, давай. Три разных случая. Готовы отвечать? Да. Итак, значит, мы готовы. Случай номер один. Когда чемодан имеет плотность больше, чем плотность воды. Ну, предположим. Тогда он опустится на дно, он тяжелый, утонет. И уровень воды получается... Опустится вниз. Опустится вниз. Второй случай, когда плотность чемодана близка... Ну, такая, нет, когда он плавает. Когда он плавает. Когда он меньше плотности воды, но больше плотности воздуха. Но больше плотности воздуха. Тогда ничего не изменится. Тогда уровень воды останется таким же. Да. Добро. А вот если он легче воздуха... И третий случай, когда он легче воздуха... Да, потому что это тоже математический воздух. Типа как воздухный шарик. Да, воздушный шарик. То тогда уровень воды получается... Выкнули за борт, он улетел. И, значит, так как он нас тянул, он понижался, значит, он повысится. Да, уровень воды повысится. Уровень повысится. Молодцы, фантазеры. Ответили? Ес! Ура! Да, здорово! И главное три случая, да? Три именно. Да, все, заботали, заботали. Спасибо, спасибо большое. Пойдем радуйтесь остальных. Приходите еще. Я жду. Тара-та-та! Есть! Одна есть! Единственное, что мы не понимаем, это 6 или 9, это то ли 6, то ли 9. Это или так? Да, вот это вот непонятно, да, вот это вот так же видно. Это девяточка, это девяточка, это девяточка. Это девяточка. Я думал, ты с телефоном зашел и снимаешь. У нас есть одна цифра. Ну вы красавцы, супер. Первая задача далась популяризаторам легко, но это только начало. Им еще предстоит попотеть, чтобы решить задачи, вскрыть сейф и выбраться на свободу. И они еще покажут себя во всей красе. А помогут им в этом шикарные доски Аскел, которые злой дух великодушно разместил в своих владениях. Решать задачи и брейнстормить с командой на таких досках одно удовольствие. Перед нами один ключ и самое время пойти за вторым. И за вторым пойдут Борис и Андрей. А куда они пойдут, мы сейчас увидим. Ну давайте, друзья. Удачи вам. Добывайте, добывайте. Держитесь, господа. Мы с вами. Добрый. Сейчас посмотрим, какой добрый. Добрый. Чтобы решать, надо в камеру идти. Это тюрьма. Тюряга. Кто пишет Зина в камере? В камере только пишет Зина с сердечком. Кто еще будет сердечки привисовывать на воле? Алексей, так и со знанием дело. Пройдемте. Задача вторая. Имеется 8 шаров одинакового размера. 7 из них весят поровну, а один чуть тяжелее. За какое минимальное количество взвешиваний можно гарантированно найти тяжелый шар, используя только чашечные весы без гирь? Ну, здесь идеи у нас на 2 в кубе пытаются развести. На 3 взвешивания. На 2 хватит. Ну, давай попробуем. Попробуем по... 2-3, взвешивание. Может, за 2 можно? За 2... Ну, 3 точно? Давай 3 на 3 сделаем. Ну, давайте. Давай 3 на 3 сделаем. А, точно. Ты делаешь 3, 3, 2. Все, да. За 2 можно. За 2, значит. За 2. То есть, если бы мы добавили 9, то мы положили бы по 3, и если они равны, то остается из трех найти за 1 взвешивание. 2 кладем, либо 1 перевесил, тогда это наш, либо они равны, тогда наш, тот, который мы не клали. То есть, мы кладем по 3. Да, по 3 первое. Если поровну, то осталось 2, и мы легко делаем. Если одна перевесила какая, то мы знаем, что там тяжелая. Да, там тяжелая. И кладем по 1 из этих трех. Нам хватит 1 взвешивание. Да. Поэтому 2 взвешивания мы гарантированно находим. За 2 взвешивание. О, да. Все, отлично. Да, все. Молодцы! У-у-у! Хорошо. Нас выпустят. Цифра 8. А Павликов и Трушин молодцы. Ничего не скажешь. С победой, друзья! У-у-у! Мы тоже сразу решили. Да, мы тоже решили сразу. Быстро. Молодцы. 3 плюс 3, конечно, да. То, что значит техника. С толку сбивает, что не 9 их, да, а 8. 9 бы сразу было. Было понятно. Но 8 тоже быстро. И цифра 8 там уже еще. И цифра 8. О, и цифра 8. Можно и не решать. Отлично. Утверждается, что интервьюеры подсознательно принимают решение касательно кандидатов в первые 5 секунд знакомства. За это время, безусловно, произвести впечатление умом вряд ли удастся. А вот показать свой опрятный и профессиональный внешний вид точно получится. И в этом я полностью полагаюсь на ателье Марк де Клер, в чьи костюмы я облачаюсь на съемки видео и на важные встречи. Эти костюмы шьют по итальянскому дизайну из отличных тканей, а продают за адекватные деньги. Порядка 15 тысяч рублей за костюм-тройку. В общем, я всячески их рекомендую для важных событий. Таких, как собеседование в компании. Ну, а в остальное время можете ходить в чем угодно. Хоть в костюме жирафа. В описании видео ссылка на их инстаграм. Напишите им в личку, что отфлез, получите скидку 30%. У нас с вами две цифры, на очереди третья. И за ней пойдут Дима и Боря. Ага, давайте, мужики! Удачи! Удачи! Давайте! Надеюсь, не избушка, а что-то новое. На курьих ножках. Ну, дух, чем ты нас удивишь в этот раз? Все нормально? Давление в порядке, кстати. У духа давление проверил. Давай, к доске сразу. Итак. Задача третья. Вы находитесь в лодке точно в центре абсолютно круглого озера. На берегу озера злой дух. Дух замышляет против вас что-то недоброе, но он не умеет плавать и даже летать. И лодки у него тоже нет. Если вы сумеете причалить к берегу, а дух не сумеет вас там подкараулить и сразу же схватить, вы всегда сумеете на земле от него убежать и вырваться на свободу. Вот в чем условие задачи. Дух может бежать со скоростью в четыре раза выше, чем скорость вашей лодки. У него безупречное зрение. Он никогда не спит и мыслит очень рационально. Он сделает все возможное, чтобы поймать вас. Как бы вы смогли убежать от злого духа? Это моя задача, да, в четыре раза. Это волшебная школьная геометра, это моя лекция, да. Надеюсь, что они смотрели ее. Я тоже. Там ведут ли... У нас есть круглое озеро, да? Так, мы находимся пока... В начале условия мы в центре, да? В центре, да, мы находимся. То есть идея в том, что если ты просто тупо, вот, например, находится дух здесь, да, если ты поплывешь сюда... Он побежит типа сюда. Это радиус, а это пи радиус. Да, 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 да. А скорости в четыре раза отличаются. Это пи р. Поэтому... То есть, ну, вот это. Надо делать немножко не так. Так. Не умеет плавать. То есть он бегает, да, получается? А дух не умеет вам подкаравлить сразу сходить? Я ее узнал, когда я работал в Оксфорде. И у меня мой приятель, который закончил аспирантуру в Оксфорде, он устраивался как раз в какой-то инвестфонд в Лондоне. И у него на собеседовании была вот эта задачка. Ну, там был черт и... Да, да, да. У меня был учитель-евченик. Найти вот это, да, где больше четырех. Нам нужно вот найти момент. Мы проплываем сюда, да, и дальше, в зависимости от того, в какую сторону побежал, выбираем, в какую половину нам бежать. Ну, половина не факт, да, попробуем. Смотри. Пускай вот это х, да. Тогда, если это у, то мы знаем, что х квадрат плюс у квадрат равно р квадрат. Прямой угольный треугольник. Так, пифагорчик. Так. Вот, и мы хотим, да, поймем, что мы хотим. А нам нужно вот длину этой дуги, наверное, выразить через вот этот параметр, через х, нет? Ну, смотри, надо... Я не понимаю. Посмотри, он куда-то убежал. Он всегда находится в ближайшей точке к нам, я так понимаю? Не, 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 он не обязательно, смотри. А, он и лучше. Пускай его пробежали х, да, он убежал не дальше, чем на 4х, так? И вот куда бы он ни оказался, давай, а 4х, вот, в общем, нужно плыть сюда и нужно посчитать, посчитать, чтобы он не успел, да? А, чтобы он и отсюда не успел сюда добежать, да, и отсюда не успел. Ну вот, почему-то мне кажется, что нам нужно, типа, сюда, а потом резко рвануть вот сюда. И вот он должен добежать досюда, да? Так нет, он же, он же... А потом он побежит обратно. Если ты рванешь обратно, то когда ты находишься в этой точке, это исходная ситуация, и она ничем не отличается от самой начальной. А, вся точка. Так, смотри, давай посчитаем. Если мы пробежали х, значит, тут 4х, да? Смотри, идея какая? Пускай вот мы сюда бежим. Да, на х пробежали, да. За это время дух побежал в ту или в другую сторону, но будем считать, что в эту. Допустим, да. Вот, и пробежал не больше, чем 4х. Да. Чего, 4ка появилась, да? Уже, видимо, да, 1, вот, 1, 1. Да, все-все-все, скорость учтит. Мы максимально. Нет, при этом он, мол, твердо сюда, сюда, не обязан бежать на эту сторону. Нет, я стремаю твердо. Он все, ну, куда точно, а деталь, дальше, где бы он ни был, нам хочется сделать так, чтобы пока мы добудли сюда, он успел прибежать... Ну, да, полокровности сера, полокровности сера, нашел. Уже, это самое, вот так и так, да. Может, он, кстати, и правильное решение сейчас другое сделает, не такой, как у меня. Мы хотим, чтобы 4х, да, плюс 8у, было меньше, чем 2пр, так, и при этом x квадрат плюс y квадрат было равно r квадрат. Вот. Если мы сможем подобрать такие x и y, то мы решили задачу. Ну, давай, что тут, надо что-то сделать. Ну, только подстановкой тогда пока только вижу. Я не знаю, что... Ну, просто вместо y выражаешь, подставляешь, наверное. Эх, не успею. Ну, что-то лень. Ну, да. Так, давай, значит, получается... Ну, давай попробуем, мне кажется, можно... Давай вместе, кто быстрее сделает. Так, значит, мы поделим на 4. Получается... 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 Пи квадрат, r квадрат, минус 2y. Плюс 4y квадрат, минус 4пр, плюс y квадрат. Ну, тут квадратно равнее получается. Штука меньше, чем вот эта, да? 3, 3, 1, время. Ну, они могут, тем не менее, выизвожать время. Если ход идеи, да, если... Сейчас, ну, давай придумаем. Ну, мы типа готовы. Сейчас скажу, сколько. Тык-тык-тык, тык-тык-тык. Да? Нет. Иг, пусть так скажет. Нам нужно... Вот, пускай призрак находится вот в этой точке, мы геометрально противоположно начинаем плыть, да? Ну, вдруг, сейчас. Ну, ты пока считай. Вот, диаметрально противоположно начинаем плыть. Пудрительно. Проплываем x, да? Понимаем, что дух успел проплыть, пробежать не больше, чем 4x. И после этого, если он оказался где-то здесь, перпендикулярно плывем сюда. И вся наша задача заключается в том, чтобы... Что нам хочется? Нам хочется, чтобы дух, неважно, где он находится, здесь, здесь или в промежуточной точке, не успел добежать сюда. А значит, нам нужно, чтобы 4x плюс 8y было меньше, чем 2πr, и при этом x квадрат плюс y квадрат равнялось r квадрат. Вот. Сами числа сейчас мы, наверное, подберем, а может нет. 4πr плюс минус корень 16π квадрат ар квадрат минус 20π квадрат ар квадрат... С Noise... Это отрицательная штука. Подожде, б квадрат... А здесь дискриминант, как там? Б квадрат минус 4а? Ну, минус 4а, почему? А, ну значит, не бывает. Значит, надо посложнее плыть. Не знаю, я мог ошибиться. Нет у нас ответа? Давай, Блиц. Не досчитали. Блиц 1. В некоторой стране семьи рожают детей до тех пор, пока не родится девочка. Мальчики и девочки рождаются с вероятностью 50 на 50. Какова доля мальчика в такой стране? Ну, 50. 50 на 50, как будто бы. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, что, допустим, у нас есть сколько-то их. Допустим, половина девочек, половина мальчиков родилось. 50 на 50 живет там, да? Да. Потом из этих, те, кто девочки родили, они остановились, да? Типа мы взяли все-все-все семьи, они родили первого ребенка, и пока 50 на 50. Да, да, да. Эти остановились, эти остановились. Да, а те, у кого мальчики, они продолжают. Они опять рожают, и у них опять 50 на 50. Да. То есть вот девочки и мальчики. Потом опять эти мальчики продолжают 50 на 50, девочки и мальчики. И всегда у нас сколько девочек, столько и мальчиков на каждом этапе. Каждый момент времени поровну. Поровну. Значит, 50 на 50. Ответ 50 на 50. Есть, следующий. Блиц 2. У вас есть 26 констант, обозначенных буквами от А до З. Пусть А равняется единице. Значение следующей константы будет определяться рекурсивно. Порядковым номером данной буквы в английском алфавите. Возведенным в степень, соответствующую значению предыдущей константы. Это значит, что значение B, вторая буква, равно 2 в степени А. То есть 2 в степени 1. С равно 3 в степени B. То есть 3 в квадрате. 9. И так далее. Найдите точное численное значение. Выражение х-а на х-б на х-с и так далее до х-з. Это, наверное, шутка про то, что вот в этой записи где-то встретится х-х, а это 0. Найдите точное численное значение. Ноль, да? Да. Правильно, ответ 0. Все дальше. Супер. Блиц 3. У вас баночка, в которой дрожжи трех цветов. Красного, зеленого и синего. Вам нужно с закрытыми глазами взять из баночки только два дрожжа так, чтобы они оказались одного цвета. Сколько дрожжей вам нужно достать, чтобы быть уверенным, что среди них есть два одинаковых цвета? Баночки с дрожжей. А, то есть их сколько угодно, да? Четыре, нет? Сколько дрожжей нужно достать, чтобы… Очевидно, четыре штуки. Только два дрожжа, да? Очевидно. Только два дрожжа. Чтобы они оказались одного цвета. Ну, как бы… Если мы берем три, может быть, да, а если мы берем четыре, все, что… А у нас… У вас баночка, в каждой… Так, дрожжи трех цветов. Вам нужно с закрытыми глазами взять из баночки только… А, только два дрожжа. Два дрожжа. Чтобы они оказались одного цвета. Сколько дрожжей вам нужно достать, чтобы быть уверенным? Ну, да. Ладно. Ну, два, как? Ну, я два беру, значит? Нет, подожди… Сколько итераций должно быть, да, получается? Нет, нет, нет. Сколько нужно достать? Типа, достаешь кучей, нужно быть уверенным, что там есть два одного цвета. Так нам надо взять из баночки только два дрожжа. Мне кажется, сколько раз нам нужно так доставать, чтобы уверенность… Сколько дрожжей нужно доставать? Да вот что-то непонятно как-то, странно. Сколько дрожжа нужно доставать? Ну, все, Аня, четыре сейчас, вот видите, будем надеяться. Да, сейчас. Ну, если четыре, то… Если это тут никаких *** нет, то это четыре. Ну, четыре, наверное. Правильно. Какая-то простая. У-у-у! Девять секунд осталось сегодня же, блин. Мы круто справились. О, нам дали. Это шесть. Да, это шесть. Это шесть. Все, пойдем радовать наших коллег. Пойдем. Спасибо, дух. Все, пока. Удачи. О, хорош. Ох, и впрямь давление сегодня скачет. О-о-о-о! Молодцы! 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 Это, похоже, шесть. Это шесть. Задача вам из этой самой была, из моей волшебной школьной геометрии лекции. Прямо из нее дали, да. Если б там была бы капуста, волк и… Да, я понимаю, да. Но она же так решается, да? Ну, на самом деле, мой метод следующий, который я рассказываю. Нужно в четыре раза уменьшить радиус. Поэтому радиус и угловая скорость одинаковая. А-а-а. И ты бежишь на ту сторону, ну еще чуть-чуть уменьшишь, чуть-чуть больше, чем в четыре раза. И с противоположной стороны у тебя получается три меньше пи. И все. И все. Побежал просто в противоположную сторону. И сгнулся. То есть, ну сначала туда, потом обратно. То есть, ты вначале выходишь на орбиту, такой вот, в четыре раза меньше радиуса. Ну? По ней плаваешь, ну еще чуть-чуть сократишь, и у тебя угловая станет больше. А-а-а. Ты обгоняешь его и сможешь обогнать так, что окажешься на противоположной стороне. Так подожди, а получается что, а если не уменьшать, то получается, ты просто плаваешь по радиусу, который в четыре раза меньше, чем… Ну, тебе хочется, чтобы ты мог от него удрать. Тебе нужно, чтобы ты на противоположной стороне будешь. Конечно, тебе нужно сначала сравнять угловые скорости, а потом… Да, потом чуть-чуть еще улучшить свою угловую, на капельку совсем. А-а-а. И эта капелька между ноль и ноль четырнадцать. Ну да-да-да. Пи минус три. И ты влезаешь в этот промежуток и хи** туда. Да, прикольно. На этот самый. Но мы не успели. Ну ничего-ничего, отлично с блицем все. Ну с блицем зато. Единственное, только вот это вот только в конце путает. То есть так-то понятный принцип «дерехле» обычный. А слово, что только два шара там написано… Там очень странно слово было. Только очень странно сформулировано. Тогда нерешаемая задача, если только два. Да не очень понятно, нужно просто два… Не, ну… Два или два. По две итерации ты просто делаешь и все. Ну да. И в сумме потом смотришь. За одну точно не получишь, ну а за две уже получишь. Вот и первая осечка. Даже популяризаторы математики и физики, сталкиваясь со стрессом и ограниченным временем, которые могут заходить в тупик. Решение тупиков – это подготовка и тренировка. Поэтому готовьтесь к брейентизерам и гномикам заранее, если их проводят в компании, куда вы проходите отбор. Перефразируя знаменитую фразу «Аль Капоне» талантом и подготовкой, вы сможете добиться гораздо большего, чем одним только талантом. Ну что, друзья, у нас с вами уже есть три цифры. Половина. Время пришло получить четвертую цифру. 50 процентов. 50 процентов, да. И сейчас в тюрьму отправится Алексей. Мне давно пора. И Владимир. О, а ты из Англии приехал, так в тюрьму. Все, пошли. Ну что, пойдем в тюрьму. Удачи, господа. Да пребудет с вами сила. Лучше бы ум. Феликс Эдмундович, между прочим. Похоже, нас посадили в тюрьму. Да. И выход из нее математика. Ты прав, осмертный. Но это не тюрьма, это такой КПЗ. Возьмем-ка мы сразу фломастерами. Ну да. А задачка где? Обезьянник. А задачку нам сейчас дадут. Так. Ну что, Володя. Ого, сколько текстов. Задача четвертая. Представьте, что вас пятерых схватил злой дух, посадил в разные комнаты и прикрепил на лоб бумажки. Каждое утро вы собираетесь в тайной комнате и видите друг друга. Однако общаться друг с другом не можете, а также не имеете возможности увидеть себя. Дух сообщает, что каждый из вас может прийти к нему ночью и попроситься на свободу. Если бумажка у вас на лбу зеленая, то дух отпустит вас. Если нет, убьет. Дух еще тот хитрец и любитель математиков, и потому все бумажки популяризаторов зеленые. Однако ни один из вас об этом не знает. Дух рассказал всем вам, что есть хотя бы один популяризатор с зеленой бумажкой. Как вам действовать, чтобы всем гарантированно выбраться на свободу? – Так… – А-а-а… – Смотри… – Но общаться не можете. – Не можете общаться, но вы видите… То есть смотри, я… А вот смотри, чего я вижу. Я вижу четыре зеленые бумажки. Вот, правильно? – Да. – Но вот это вот хэзэ на мне. На мне хэзэ. – Да, то есть свою нельзя. – Да, но смотри, смотри, смотри… Вот я вот сейчас как бы по наитию, нам нужно будет пять дней, на самом деле. И примерно так, что вот представь себе, как мыслит вот этот. Он видит, ну если на мне зеленая бумажка, то я, ну понятно, значит, на всех зеленых. Представим, что на мне красная. Тогда этот думает, ага, красная и три зеленых. Значит, этот не выйдет уже, ему не повезло, пацану. Вопрос, какая на мне думает он. Я этого не знаю, да? Ну вот, допустим, вот как бы идем от ситуации, что теперь он думает про остальных. Вот он видит красную, не знает свою, что этот думает. И вот если на нем не зеленый, то на нем тоже красный, тогда... Значит, есть хотя бы один популяризатор. Вот это очень важно. Обычно это даже немножко по-другому формулируется, что пришел человек и сказал, о, среди вас есть хотя бы один зеленый, и в этот момент сюда раскручивается. И в этот момент они начали. А до этого вообще ничего нельзя. А до этого ничего не знали, да? Изначально известно, какое количество зеленых. Просто в похожих задачах, на самом деле, бывает обычно ограничение на какой-то цвет. Что какого-то цвета не больше, чем сколько-то. То есть, ну, например, если бы все вот... Могли ли быть все красные, по идее, да? Вот если бы... То есть, может ли быть так, что, на самом деле, он всем повесил красные, да, бумажки? Если такое может быть, то тогда как бы... Так, а, и попроситься на свободу, да. Если бумажка зеленая, нужно как-то действовать, исходя из того, что мы можем видеть друг друга. Ну да, но если бы были все красные, то человек, который... Он вот последний остался, ну, если все остальные красные, то этот первый может уже сразу попроситься. Потому что, ну, терять нечего. Если на нем тоже красные, то его в любом случае убьют. Да. Потому что, ну, как бы... А что значит, этот должен попроситься? Нет, нет, они все такие же. Нет, они все, да? Все такие же, нет. Тут немножко сложнее. Дело в том, что тут, как бы, если было известно, например, что зеленых не больше, чем четыре. То есть, им нужно договориться как-то, да? Что если... Они же даже вообще не могут договориться. Они до этого не могут договориться, прежде чем... Они тоже не могут договориться. До этого они тоже ничего не знали. Ничего не знаешь, что им... Ну, они мысли-то абсолютно... А, как не как договориться, а как действовать. Они типа мудрец мудрец. Если я до этой мысли договорился, то значит, любой мудрец до этой же мысли договорился. А, я позже договорился. Ну да, ну, в общем... А, все, все, есть, 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 один популятор зеленый есть. Все правильно. Все. Дук сообщил, что есть один зеленый бумаг. Хотя бы один. поэтому если человек видит, что на остальных красное, то он пойдет сразу если бы вот грубо говоря, если представить себе как он рассуждает, если бы на мне был красный, то тогда этот бы рассуждал так, если на мне был бы красный, то этот бы рассуждал так, если бы на мне был красный то этот бы рассуждал так, если бы на мне был красный, то тогда этот сразу бы пошел на волю, так как этот не идет на волю, значит на мне зеленый то есть на нас на самом деле на двоих зеленый думает этот про этих двоих. Значит, соответственно, если бы на мне был зеленый, то тогда, если бы на мне был красный, то и этот после второго дня такого раздумывания пошел бы и попросился на волю. Так как за два дня это не произошло, на третий день этот уже эти остальные... Нифига не понял, но очень интересно. Я тоже ничего не понимаю. Нет, смотри, представляешь, что у тебя в этой компании ровно один с зеленой этикеткой. И тебе говорят, тут есть зеленый. А ты видишь четыре зеленого. А ты видишь ни одного зеленого. Нет, ты ровно один. Если зеленый ровно один, то ты сразу выходишь. Зеленый и третий день подходят к концу, я могу проситься на свободу. На четвертый день то же самое думает этот. Да. И на пятый день показывают пальцем на кого-то. Нет, это они не имеют права. Почему? Они просто смотрят. Они просто смотрят друг на друга. И вот первый, второй, третий, четвертый день накапливают эту информацию. И на пятый день, все, на пятый день они все просятся на свободу. Ровно на пятый день. До этого они не могут это понять. Все правильно, да? О, спасибо, спасибо, спасибо. Раздобыли. Еще одну бумажку с номером. Пять секунд оставалось. Повезло Зубкову и Саватееву. Нет, девятый. Мы уже знаем. Пока-пока. До скорого. Ну, опять девять. Ну, да. Хотя, конечно. Девять или шесть, да? Опять же. Девять это или шесть, я даже не знаю. Это, конечно, вот. Мозг все начил. Ну, на самом деле, я честно скажу, что такие задачи у нас бывали на теории игр когда-то. Я сам их разбирал. Единственное, что тут трудно очень ее объяснить, потому что как все-таки устроено мышление. То есть нужно представить себе, как другой человек представляет себе, как третий человек представляет себе, что четвертый человек представляет себе, что пятый видит, что на всех остальных зеленые, и он идет тогда. И говорит сразу, раз этого не произошло, то вот в этой цепочке вложенных рассуждений четвертый мыслит не так. Раз он мыслит не так, значит, на нем тоже зеленый. А значит, вот в этой цепочке вложенных рассуждений на третьем месте тоже был зеленый. А тогда, соответственно, я должен про второго думать, что если бы на нем был не красный, а зеленый, то он бы на второй день, ну, понятно, через... Короче, жуткие рекурсии. Да, 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 да. И пятый, наконец, на пятый день мы уже все понимаем, что каждый из нас должен был думать таким образом, что на четвертом дне, если бы каждый считал, что на нем, на самом деле, красный, а на остальных зеленый, то на четвертом дне все остальные бы спаслись. А раз никто не пошел, значит, на самом деле, на всех зеленый, и это единственный вариант, всем идти и говорить, все, на нас всех зеленый, все, зашибись. Stack overflow. Ну, это на самом деле задача про неверных жен. Так что, на самом деле, это был нефтерфейк, был в том, что я ее знал. Каждый спал со всеми женой. Я просто в другом виде ее знал. Типа, а жены виноваты. Да. Духу пришлось отдать популяризаторам четыре ключа из шести. И последние два без боя он не отдаст. Победа популяризаторов уже близка, но заплатить за нее придется дорогой ценой. Готовы ли популяризаторы на это? Сейчас мы с вами узнаем. Четыре ключа. Это уже отлично. Нам осталось всего два. Ребят, давайте поднажмем. Одна треть. Надо бы, да. Как это сказать? И все же ему остается пройти не больше четверти пути. Больше. Одна треть, это сложно. Тут 33,3 в периоде, надо говорить. А, ну да. В общем, этот путь сейчас будут проходить Андрей и Владимир. Ну, пацаны, ваша очередь. Давайте. Давайте, не подкачайте. Добываем ключи. Надо же вылезать из большого сейфа. Страшно. Какой веселый, что они в тюрьме. Так, а где у нас дух-то? Я везде. Задачку нам бы получить. Подожди, подожди. О, большого слова. Сначала прочитаем, потом время. Сколько букв. Задача пятая. В одной из школ есть такой ритуал, проводящийся в последний день занятий. Ученики выходят в холл и стоят около своих шкафчиков, в которых хранится одежда. По первому свистку каждый ученик открывает свой шкафчик. По второму свистку ученики закрывают четные шкафчики, то есть шкафчики с номерами 2, 4, 6 и так далее. По третьему свистку ученики меняют положение дверцы каждого третьего шкафчика, то есть если она была открыта, ее закрывают. А если закрыта, наоборот, открывают. Это происходит со шкафчиками с номерами 3, 6, 9 и так далее. По четвертому свистку меняется состояние дверцы каждого четвертого шкафчика, по пятому свистку каждого пятого и так далее. Предположим для удобства, что это маленькая школа и шкафчиков всего 100 штук. По сотому свистку ученик, который стоит рядом со шкафчиком под сотым номером, и только этот ученик, меняет положение дверцы этого шкафчика. Сколько шкафчиков после этого оказываются открытыми? Слушай, тут... Сколько свистков? 100 свисков, правильно? Значит, четное количество, да? Это делители. Четное количество делителей у кого? У не квадратов. Так? Открыты, значит, все, кроме квадратов. Все, кроме квадратов. Один. Он откроется. А, то есть получается, что открыто или закрыто зависит от четности количества делителей, кроме единички, да? Тут единички же нет, правильно? То есть количество общего количества делителей минус один. Нет, почему в начале открывают? В начале все открывают. В принципе все правильно. А мы знаем, что чётность количества делителей зависит от того, квадрат или не квадрат. Да, правильно, совершенно верно. Если число является квадратом, то мы будем менять, считая самый первый раз, когда всё открываем, мы будем менять нечётное количество. А значит будет открыто. У квадратов будет открыто. У квадратов открыты. Мы все. А квадраты в до 100 мы наверное догадываемся сколько. Мы догадываемся. Не то, что одно и то же десять. Открыли. Этот открыл и потом закрыл. Каждый третий... вот этотikit стал закрытый сейчас. Этот сейчас тоже закрытый. Четвёртый. Он был открыт, потом закрыт. Нет, это только каждый третий. Потом четвёртый, потом 10. Открыт, закрыт, снова открыт. Смотри. Пятый. Открыл на первый раз и закрыл на пятый. Маска чешется. Два делителя. Четное количество делителей, здесь нечетное количество делителей. Все-все-все-все, решили. Они тоже решили. 6, 49, 64, 81, 100. Просто корень извлечь. 10. Да, корень можно извлечь. 10. Согласен? Нет. Ну, в смысле, я еще не знаю. Давай-давай, сознай. 10? 10. Ну, давай попробуем. Давай попробуем 10. 10? Да, да, да. Вы, я тебе не знаю. Браво. Ничего себе. Номерочек. Я тебе что, гардеробщица, что ли? Молоток. Вот, спасибо большое. Опять шестерочка. Ну, молодцы! Круто! Подъем. Здорово, привет! Остоловисто в отематике. Все. Ну, все. Отлично. Молодцы, мы тоже справились. А вы тоже решили? Да, да, мы решили. Более того, мы даже не стали считать количество квадратов. Мы извлекли корень из ста и получили его. Хитро. Количество квадратов. Ну да, конечно, n имеет нечетное число делителей в том и только в том случае, когда n является квадратом. Почему? Потому что если p делитель числа n, то n делить на p тоже делитель числа n. И если n не является квадратом, то это взаимно однозначное соответствие внутри, попарно разбивающее на те, которые меньше корня из n, и те, которые больше. Но если корень извлекается нацело, то появляется один, который сам себе, вот двойственен относительно этого отображения, pf n делить на p, и остальные все попарные, поэтому нечетное. Ну да, попросили. Я это и хотел сказать. Нет, я сейчас представляю комментарии зрителей. Не-не, наши зрители умные, они сами все это решили тоже, я думаю, быстро. Даже быстрее чем-то. Верим, верим в наших зрителей. Вот. А вот теперь приготовьтесь к настоящей жести. Как только появятся условия задачи на экране, поставьте видео на паузу и попробуйте решить задачу сами. Ваше решение присылайте на нашу почту с темой «Форт Боярд Проблем». Кто решит задачу раньше всех, правильно и отлично от популяризаторов, получит от нас в подарок вот этот вот классный блокнот с автографами всех участников сегодняшнего шоу. Это будет непросто, но, я думаю, вам посильно. Так что дерзайте, решайте задачу, присылайте решение нам. А мы пока посмотрим, что получится у самих популяризаторов. Ну что, господа, финальная задачка осталась, и мы снова отправляем в бой Алексея и Дмитрия. Добывать последнюю цифру! Друзья, мы верим в вас. Сейчас справимся. Давайте. С Богом! К черту. О, снова здесь. Ну что, Миш, сыграй в себе что-нибудь. Мы опять к вам. Опа! Да. Здрасте. Потанцуй, Миша. Нам остался последний ключ, точнее, последняя цифра. Держайте. Мы с удовольствием решим задачу. Итак. Начинаем? Да. Задача шестая. Злой дух поймал двух популяризаторов науки, Дмитрия Побединского и Алексея Саватеева, и посадил их в разные комнаты своего страшного дома. Затем злой дух подбросил симметричную монетку бесконечное количество раз. Все результаты четных бросков он сообщил Дмитрию, а все результаты нечетных Алексею. Далее дух предлагает каждому популяризатору назвать номер любого подбрасывания, результат которого ему неизвестен. То есть Дмитрий должен назвать нечетный номер, а Алексей четный. Если результаты бросков, названных Дмитрием и Алексеем, одинаковые, то злой дух дарит каждому популяризатору свободу. Если же результаты бросков отличаются, то злой дух съедает популяризаторов в надежде поумнеть. Алексей и Дмитрий, конечно, знают о повадках злого духа и могли заранее, до похищения, договориться о стратегиях. Какую стратегию им выбрать, чтобы вероятность спасения была больше 50%? Так, значит так, у нас есть нечетные... Подожди-ка, а я думаю, что... Значит, давай наоборот, да? Ты Д, я А. Значит, я получил четные, ты нечетные, да? Или наоборот? Ну да, получается... Ну, это не так важно. Я получил второй, четвертый, шестой и так далее, ты получил первый, третий и так далее, да? А что такое нулья, значит? Нет, это решка или орел. А, у тебя три орлаши, три орлаши... Нет, нет, это просто какие-то. А у меня получается первый, третий... Да, просто у меня какие-то, у тебя какие-то, да? Пятый, седьмой тоже, да, там? Да. Решка-орел, решка-орел там. Пока я ничего не понимаю. Значит, нужно увеличить вероятность выше 50%. Да, то есть получается... Так, злой дух поймал, подбросил монетку бесконечное. Бесконечно важно это или нет, что бесконечное число раз. Все результаты четных бросков. То есть я знаю... Пойдет, да. А, ну наоборот, четный у меня, а у тебя нечетный, неважно. Так, номер любого подброса, за который мы неизвестим. Искать какие-то статистические закономерности, которые нарушаются, если RRR, например, идет подряд. Что нам нужно? Нам нужно, значит, я называю четный... А потом мы называем... Я называю твой номер, а ты называешь мой номер. И должно совпасть. Должно совпасть. Должно совпасть. Так, например, первый раз, когда встретится вот какое-нибудь длинное слово, в конце которого, например, О, да? Там какое-нибудь длинное слово, в конце будет О. Вот мы его отыскиваем, и у тебя и у меня. Ну, то есть ищем вот как бы какое-нибудь очень сложное, замысловатое, хитрое слово, да? В конце которого О, там, например, RR, там, ORO. О, RRORO, да? И когда у тебя оно появится, ты назовешь мне номер этого... А, M. Оно случайно абсолютно, да? У меня случайно. Абсолютно случайно, да. То есть... Первый раз, когда за тремя... Так, первый раз, когда я за пяти... Нет идеи вообще. Неизвестно. То есть, нет... Как-то нарушить... Так, мы правильно поняли условия задачи или нет? Мы можем спросить это? Нет, все правильно поняли. У тебя вот эти, у меня эти. Но какое-нибудь слово длинное, да, такое хитрое подряд у тебя идет. И в нем вот буква именно R, да? Если оно первый раз встретится в таком виде. Нет, ну такая же вероятность, что... Она... Что это R. Так, ладно. Давай, допустим так. Вот у нас есть четный... Может быть, что-то как-то с этого. То есть по отдельности, допустим. Три подряд, да. Вот один, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Ицет. И здесь случайно. То есть 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Блин. Ну хорошо. Первый раз у тебя идет 10R подряд. И у меня первый раз идет 10R подряд. И ты сообщаешь первую цифру... То есть нам нужно как-то угадать, чтобы две были одинаковые подряд, да? Да. с вероятностью больше, чем 50%. Первый раз, когда у тебя есть первые. Они что-то не правы. Они же не знают ничего. Они очень далеко прошли. Подожди, а вот если первый, второй взять, какая вероятность, что выпадет одинаковая? 50%? Ну, 50, естественно, везде. Любая такая быстрая догадка будет 50% все равно. Я вот думаю, если у тебя R подряд много раз пошло где-то, можно ли из этого сделать вывод, что в серединках между ними будет... О, нет, нельзя, это же независимо все. Нет, честно говоря, я сдаюсь. А сколько у нас времени? Я думаю, что у нас больше нет времени. У нас еще минуты 20. Минуты 20, да? Да, да, да. Значит, бесконечная последовательность. Чуть больше, чем 50% тоже. Так, чуть больше, чем 50%, значит, нечетное количество браскопов, может ли? Надо рассмотреть кусочек. Бесконечное число раз, может быть, на это? Ну, бесконечное число раз. Может, бесконечность плюс один какая-нибудь? Ну, не бывает, да, не бывает. Я не знаю, это же странно. Бесконечное число раз. Что-то должно где-то появиться, и что-то об этом, о чем-то должно свидеть. Значит, где, вот, как ты по своей последствии можешь понять, что где-то у меня с большей вероятностью решка, чем орел, если все независимо. По идее, слово бесконечность здесь не важно. Важно... Да надо кусочек выбрать. Причем, смотри, тут важно понять, либо кусочек нечетный, либо кусочек четный выбрать. Да, р, 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 р. Или у меня, значит, ты хочешь понять, в какой точке, да, в какой точке по своей последовательности ты должен понять, что происходит у меня. Ждем блиться, да? Вообще нет, никаких шансов. По-моему, нам нужно блиться. Я не понимаю, нет, я пас. Я пас. Я думаю, что это без шансов. Интересно, они решили или нет там? Непонятно. Может, наши коллеги нас спасут, если они там идеи подкинут, наверное, нас, нам тогда это как-то зачтется. Все. Время смертное. Нет, мы сдались. Нас не получится. Давай, блиц. Давай, злой дух, блиц. Сейчас дам. А он сейчас ставит там на... Нас меньше времени теперь, да? Да, по две минуты. Блиц-1. У вас есть два куска обикфордового шнура. Каждый из них горит в течение ровно одного часа. Но куски могут быть неидентичными и не обязательно горят с постоянной скоростью. Есть фрагменты, которые горят быстро, а есть такие, которые горят медленно. Каким образом можно узнать, что прошло 45 минут, используя только эти куски бикфордового шнура и зажигалку? Это мы знаем. Да. Оба знаем, да. Сначала. Ладно, первый блиц есть. А это вторые и третьи, да, блицы уже идут? То есть пока... У нас один час, да? Ну да, у нас один час. Значит, этот бикфордовый шнур горит час. Ну то есть, если его с двух сторон поджечь, да, он сгорит за полчаса. Вот. Значит, давай вспоминать, что там дальше надо делать. Соответственно, у нас есть два бикфордового шнура, да? Мы поджигаем. А, все, этот сложить пополам, второй. Первый поджечь с двух сторон, момент, когда он сгорит, поджечь с двух сторон этот. Все. Нужно одновременно это сделать, и когда когда он полностью сгорел, то от второго осталось ровно 30 минут. И вот теперь его складываем и поджигаем. Блиц-2. Сколько раз в день пересекаются минутные часовые стрелки механических часов? Так, это было первое. Второе. За день, это за 24 часа. За это время... Нет, перейди в системе координат вот этого. Смотри, в системе координат вот этого произойдет ровно два оборота. Вот этого, большого. Часовая стрелка, это два оборота? Да, а это 24. А минутные? Ответ 22 оборота, 22 раза. Минутная? Все, верно. Минутная 24. 24 оборота. Да, и ты переходишь в систему координат, связанную с этим. То есть 24 минус 2? Да, да, 22 ответ. Все, решили. Так, может быть, мы были... Я прыгаю, чтобы... Это отлично, да. Так, дальше. Блиц 3. Да ну стоэтажное здание. Если яйцо сбросить с высоты n-ого этажа или с большей высоты, оно разобьется. Если его бросить с любого меньшего этажа, оно не разобьется. У вас есть два яйца. Найдите n за минимальное количество бросков. Что-то тоже такое слышал. Значит так, еще раз. Есть у нас... Да, да, да. Сто этажей. Сто, да? Да. И есть какой-то n. Да. Если его сбросить с любого меньшего... Ну, скажем так, некоторые... Я не знаю, минимальный или нет, но некоторые ответствуют в том, что можно проверять каждый десятый вначале с помощью большого яйца. А потом... У нас только два. Да, да. Ну вот одно разбилось. Ну да, у нас только два яйца. У каждого из нас по два яйца. Ой. У нас только два яйца. Замениваем. Если мы считаем, что... Да, да, да. Серединке на два. Верябаешь, серединке яйцо. А потом с первого. Если оно разбилось, то значит в верхней половине. Если не разбилось, значит с нижней. Значит и пицер хватит. И потом снизу начинать нужно. Снизу побольше надо интервалов оставлять. Да! Снизу больше. У меня пока... Если у меня здесь сломалось яйцо... А, с половиной начинать. То есть пятьдесят? Нет, пятьдесят мы долго будем... Вот это... Все. Надо... Вот что сделать. Надо, чтобы с каждым разом на единицу убывало. На единицу. Четырнадцать или пятнадцать примерно. Потому что сумма их подряд идущих будет... Четырнадцать плюс тринадцать плюс двенадцать плюс одиннадцать и так далее будет примерно сто. Либо четырнадцать, либо пятнадцать. Напал. Все верно, да? Надо засчитать. Аааааааа! Ха-ха! Все-таки есть! А как? Как? Пятьдесят процентов увеличить? Пойдем думать об этом. Вообще. Я вот честно скажу, что по первой задаче... Мы теперь знаем, что это точно ноль. Но по первой задаче, я честно скажу, я не постесняюсь этого слова. Я в***ть, просто в***ть. Пойдем, пойдем. 18 плюс. Ура! Молодцы. Да, ну блин, задачка была, да. Задачка, я ничего не понял, да. Ребят, мы просто выгрызли. Есть, есть. Но блиц оказался все-таки решаемым, простой, да, блиц. Мы просто выгрызли победу. Да, мы выгрызли ее зубами, да. Какая-то 14, я вообще не понимаю до сих пор. Ну, потому что оно будет падать, и он как бы, да, он будет падать, и с каждым разом, вот, как бы, если он разбился сразу, у тебя больше шансов. Но я сейчас, я сейчас вникну, за две минуты я не успел. Часы окей. Да-да-да, N51 пополам, N51 пополам должно быть больше, чем 100. Бигфордов шнур окей, часы окей, но это… Да, это… Пока обсуждали, мы не заметили, как вы решили. Да-да-да-да. Если людей пришлет… Да, может, там короткое решение, может, там в комментарии поместят. Нет, там будет много решений, но 90% влажен. Да-да-да, не короткое. Это будет полная жесть, да. Да, это будет жесть. Ну вот, короче, добыли. Надо выбрать кого-то, кто будет открывать. Кто будет открывать? Ну, я как теоретический игровик, я предлагаю сыграть некоторую игру. Она называется «Камень-ножницы-бумага на пятерых». Сейчас. Первый раз мы должны показать либо камень, либо бумагу. Ножницы запрещены. И камень-бумагу не побеждает, а просто кого меньше, тот и победил. Майнорити-гейм называется. Есть такая концепция. А потом, если 4-1 счет, то все, есть победивший просто. А если 3-2 счет, то двое играют в абсолютно стандартный камень. Ножницы-бумага. Но если 5-0 переигрывается, да, ну это уже, наверное, вряд ли такое. Ну все. Ну давайте. Камень и бумага. Камень и бумага, да? Камень и бумага, да. Итак. Су-е-фа. Не договаривайся. Маловероятно. Вот оно, да. Еще раз. Мы обговорили, мы обговорили. Подожди, 1-32. Еще раз, да. Это 1-16, потому что еще камень могли бы быть, да. Цу-е-фа. Так. Вот, значит, вы в обычной камень-бумага. Гану Цу-е-фа. Ну я же говорил победивший, победивший. Это же очевидно было с самого начала. Победивший, победивший. Открывай. Итак. 9, ну я повторюсь. 8, 6, 9, 6, 0. Злой дух, это альтруист. Он заставил вас открыть сейф, чтобы вы раздали эти книги нашим зрителям. Обалдеть. Ха-ха-ха. Но книги мы дадим тем, кто продемонстрирует себя не как математики, а как гуманитарии. Задача. Придумайте и сделайте мем с хештегом «FortBoyardMess» и авторы лучших мемов получат книги. Да, ну я могу сказать, что гуманитарии для сочинения мемов могут читать книгу «Математика для гуманитария». В том числе она тоже здесь есть, да, видите, да. Но, да, действительно сложно. Вначале выиграть же надо, но чтобы выиграть, нужно мем придумать, а чтобы придумать, нужно ее прочесть. Нужно быть гуманитарием. Незадача, да? Так не, не, мем по вот этому видео. Достаточно посмотреть видео, это столько метров для мемов, что уже... В принципе есть разгадка, что она есть в интернете, в свободном доступе. А что у нас еще есть? У нас еще есть книга для подготовки к интервью. Ух ты. Это «Математика для управленческого консалтинга». Желающие ботать задачки могут ботать по ней. И книга по физике. О! О! Если вы хотите побеждать, как Дима Побединский, по всякому, очень интеллектуально, то явно нужно читать эту книгу. Обалдеть, вот это да. Я такое не видел. Ну и, конечно, блокнот с автографами. Все тут, все автографы. Тут даже дух расписался, кстати. С волшебной своей силой. Так что, ребята, дерзайте. Придумайте мемы. Постите их в инстаграме с хэштегом «Форт Боярд Месс». И да предбудет с вами удача. И Дед Мороз! Подожди, он звучал «Форт Бояр Месс». Не «Масса», а «Месс». Месс. Месс. Масса, масса, да? Месс. А мне была идея, на самом деле, чтобы это было ММС. Вот ММС. Ну все? Ну что, разгадали все загадки? Вы свободны! Пошли, ребята! Ура! Ха-ха! Ё-ха! Твою мать, это что?! Продолжайте. не следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!